здравствуйте сегодня я хочу рассказать о некоторые важные вещи которые думают что это мелочи но на самом деле они очень важны о том что многие могут не знать и быть сомнениях например кушать нам перед занятиями или нет я скажу сразу кушать нужно обязательно если вы утром встали и у вас дыхательная практика то кушать не надо можно только попить я например пью стакан горячей воды очень сильно теплой не горячий но очень сильно теплый и потом занимаюсь дыханием а потом я завтракаю потому что у меня сейчас будет занятие вот перед занятием минут за 40 я кушаю и кушаю очень так как бы завтрак я не люблю такой каши или еще что-то перед занятием чтобы быть сильным и чтобы была энергия я например беру штук 5-4 перчика перец этого вот эти круглый перец черный черный перец не душистый а именно вот этот жгучий черный перец я его глотаю запивая водой вот штук 5 например 4 вот этих перца потом я кушаю вот сейчас покажу финик но сегодня я съел например запил чаем его я чай пью чуть-чуть перед занятием да я люблю китайский черный чай не индийский именно я пробовал индийский но он как-то вяжущий такой а именно китайский юнань там и вот мне хватило например пол финика вот такой пол финика но это чай уже пью потом а перед этим я еще вот после перца я съедаю например две оливки большие достаточно две оливки и кусочек сыра вот сегодня я ел кусочек сыра овечьего без хлеба без ничего просто овечьий сыр вот величиной вот примерно вот такой чуть чуть даже меньше немножко немножко просто чтобы и пол финика и чай вот это мой завтрак перед тем как я буду заниматься чая немножко совсем конечно же и так как вы уже запили перец водичкой там полстакана воды где-то теплой то у вас есть жидкость в организме и если вы можете спокойно заниматься это даст вам энергию и нету с и голода потому что все должно работать и есть энергия и все у нас функционирует и теперь мы можем позаниматься финик я ложу на место мне поняли финик я беру такой большой достаточно мягенькие такие люблю так и вот мы пришли заниматься мы что еще мы начинаем очень важно не нужно никаких выдумывать истории с растягом и ничего нужно просто запустить весь организм чтобы прошла везде у нас жидкости начали двигаться жидкости жиры кровь лимфа много умных названий я просто говорю что у нас есть жидкости которые должны двигаться течь и перетекать и поэтому мы начинаем занимать занятия вот так шевелимся просто шевелимся двигаемся и заодно мы находим свое чувство чувство равновесия и чувство того что у нас еще не болит или где-то болит если где-то болит мы потом на это обратим внимание мы просто должны знать свое тело как оно себя вот так вот помахали если это не специальные упражнения в можем вот так полчаса махать конечно это очень хорошо но мы будем что-то еще другое делать и просто так вот прочувствовать себя похлопали вот это чувство придет расслабленной такой расслабленности не такой вялой расслабленности знаете а расслабленность тонусе таком вы будете чувствовать себя почувствуете потом постепенно каждый пальчик как он вот так вот раз это это со временем разорвется может даже не спешить просто занимайтесь занимайтесь и вы вдруг почувствуете у вас такое будет такое ощущение что вы поняли как это делается как это действует и главное обращайте внимание как вы дышите ни в коем случае не закрепощайтесь и внутренняя улыбка внутренняя улыбка это не то что мы сделали мы конечно делаем так это хорошо когда мы такую улыбку делали но суть внутренней улыбки вот в чем я пока занимаюсь и говорю вам чтобы вы запомнили внутренняя улыбка это такая штука интересная послушайте внимательно у нас есть диафрагма вы знаете да и внутренняя улыбка именно это расслабление диафрагмы и она принимает вот такую форму когда расслаблено это улыбка внутренняя и у нас их много диафрагм здесь здесь их есть несколько тазобедренном те что держит внутренние органы здесь этих диафрагм несколько тех что держит мозг эти все диафрагмы нужно расслабить и они примут вот такую форму это и называется внутренняя улыбка и чтобы ее спровоцировать вот эту улыбку человек улыбается когда занимается вот здесь должна быть у вас улыбка и это расслабленное лицо расслабленное лицо дает внутреннюю улыбку это ощущение и вот так мы делаем потому что здесь уже есть у нас поворот вот такой и коленки работает она расслабленная рука идет сюда сюда получаете такое удовольствие движения потом вы что-то захотите сделаете что-то там хитрое сильное мощное а для здоровья именно для здоровья сделайте вот так и постепенно ручки выше 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 за счет коленок за счет того вот этого движения выше выше я на камеру смотрим а вы свободно поворачивайте голову и выше выше и потом мы начинаем вот такой хлопок и делаем так три минуты пять минут дышим дышим улыбаемся чувствуем вот здесь мы видите поворачиваемся когда здесь уже может услышать напряжение какое-то вот так вот мягенько про прочувствуйте его продвигайтесь и остановились и вот так еще раз поделали вот так чтобы мы не потеряли вот этот ритм и все опять вверх вытягиваемся вытягиваемся сейчас у нас шея так как наши руки вверх поднимаются сейчас у нас и шея хорошо массажируется вот этот горбик который переходит позвоночник вот здесь вот видите всегда обращайте на него внимание и вот так вот машина хорошо хлопаем и и помахали вот так минут пять можно три это самодостаточное упражнение и можете потом уже делать вот такое покрутиться чуть чуть более подровнялись подтянули таз чуть-чуть не через силу так чуть-чуть раз подровнялись и вот так руки идут уже туда вот так поняли да одна рука сюда одна сюда машем и так дело в том что я это уже говорил руки у нас как крылья у птицы а крылья у птицы связаны с легкими у птицы так как и у нас и когда мы машем вот так мы открываем легкие даем доступ к верхним частям не тем где середина а именно к верхним и везде просто легкие вытягиваются так я так машу конечно но самое основное моим а когда я машу это вот это когда мы открываемся вообще совершенно вот эту ручку обратите внимание сюда открываемся грудью это всегда когда мы тянем руку мы знаем что мы хотим дотянуться куда-то не просто так мы и махнули мы дотягиваемся куда-то можете чуть шире ручки поставить и вот так это мой основной когда чем бы я не занимался я периодически останавливаюсь но не останавливаюсь а делаю вот этот вот мах чтобы раздышаться чтобы легкие раскрепостили бывает нечаянно вы что-то делаете и не обратили внимание они вас раз и закрепостились и всегда вот периодически вот если я занимаюсь час-полтора например только за минут 20-15 я вот так вот раз стану помашу и делаю что-то дальше и смотрите если немножко не пускает вас вот это закрыто да чуть-чуть можно поставить одну ножку вот так вперед вот так и делать уже вот так с одной ножкой впереди вот так машем остановились поменяли ножку аккуратненько смотрите мы когда бы так стоим мы уже ограничили себя немножко у нас нет такого простора и поэтому у нас больше пойдет сюда движение и спокойненько стоим в середине стоим не обращайте внимание так вы стали или так просто одна нога впереди мы стоим так главное стоять устойчиво так поделали немножко и выпрямились и теперь мы пойдем вот так махать вот такой мах руками разрабатываем уже плечо и шею вот здесь вот больше будет внимания у нас вот так вот такой мах одна ручка у нас за спину а второе мы так махаем хороший поворот не закрепляемся хорошего то есть поворот здесь 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 рука идет через верх вот так вот так я махал теперь вот так другую сторону много сейчас не делайте если вы не делали никогда этого не делайте немножко поделали и все когда-нибудь вы захочете сделайте больше это такое когда-нибудь появится дело том что если вы будете вот так заниматься у вас появится скоро очень много энергии вы не будете знать куда ее девать и будете делать всевозможные вещи сложные какие-то но сначала нужно развить тело чтобы она двигалась хорошо не болела чтобы те упражнения которые вы будете делать чтобы они не были для вас тяжелыми они не должны быть сложными если наше тело развито развито достаточно нам все делать легко легко и интересно и будет хотеться что-то делать прочувствовали это и теперь мы подсоединяем две руки уже вот так вот вот так раз поворачиваемся и теперь в другую сторону не уверен сейчас другую делаю такое вот так запутался сам а вот так и и пошли в обычный мак такой перешли и вот это важная штука в конце перед тем кому мы захочем закончить наши махи вот это обязательно отдыхаем спокойненько можно специально сделать акцентированный вдох можно не делать может просто так поделали потянулись во все стороны вот так и делаю руками это обязательно перед тем как продолжить дальше это для рук для плечей теперь я могу уже заниматься чем-то дальнейшем машите руками оздоравливайтесь